Добрый день, любители шахмат, здесь на Ческомру. С вами Алексей Ермолинский, Международный Гроссмейстер. Продолжаю свою работу над партиями турнира претендентов. Вот где-то посерединке нахожусь, четвертый тур. И сегодня партия между Ван Хау и Кириллом Алексеевым. В общем, оба шахматиста не принадлежали числу фаворитов турнира. Да? По крайней мере, другие так не считали. Кто знает, что они сами думали. Но, тем не менее, старт у Ван Хау сложился удачно, мог бы еще более удачно сложиться. У него, собственно говоря, были очень хорошие шансы вообще выйти на два из двух. Ну и так, очень неплохо было. В предыдущем туре китайский Гроссмейстер очень ловко соскочил из довольно неприятного Эншпеля против Горящука. Видимо, чувствовал себя оптимистично. Два из трех. Кирилл Алексеенко, ну, конечно, трудно. Трудно, трудно. Первые две партии он играл черными. Сыграл в ничью с Горящуком. Проиграл Караваня. И потом, в общем, белыми... Он должен был встречаться еще с одним российским шахматистом. Так, жеребьевка была сделана. В общем, очень трудный старт. Белым я играл с непомнящим. Эта партия очень интересно развивалась. И у Кирилла были шансы. Были шансы. Ну, вот, все-таки это какие-то благоприятные сдвиги были замечены. Нами, по крайней мере, с Владимиром Добровым. Когда Кирилл играл против Яна. Поэтому мы как-то думали, ну, вот все, он направился и теперь заиграет нормально. Что ж, посмотрим, как все это получилось. Началось все дело с такого симметричного Грюнфельда. Ну, что ж, Грюнфельдисты, значит, поначалу они отказываются. Ну, вот молодой Грюнфельдист не хочет это играть. Хочется ему играть, ну, Грюнфельда какого-то. Бить ДЦ там или в такого рода позициях. Потом играть там или Кунь-Ц6, или Ц5. Ну, более такие. Ну, вот Ц6 ход какой-то. Ну, потом Сивку-то обкатают крутые горки. В общем, Гарри Каспаров сам, он уже, играя с Карповым, свернул со своих каких-то дорожек там. И стал играть Ц6. Стал играть Ц6. Петр Свидлер. В общем, наверное, ход самый правильный. И вот Конь Д2. Так вот. Ну, разумеется, ЦД. Это основное продолжение. Там очень много теорий. Вы все это можете посмотреть. Советую вам обратиться к источникам и разобраться, что там происходило у Карпово с Каспаровым. Ход Конь Д2 тоже довольно старый. Его еще в каких-то 90-х годах все время применял известный гроссмейстер Предрак Николич. В общем, аккуратненько такое спокойное развитие. Вроде бы без претензий. Но вот как черными конкретно играть? Вот, ну, проход с ВНФ5 я даже не знаю, что добавить. Он игрался очень много раз. Ну, вот недавно была интересная партия. Очень интересная партия. Джумабаев Артемьев. Вот в этой позиции Владислав применил такую идею. То есть он вызвал ход H3, который, в принципе, почти всегда считается для белых полезным. Но в данной ситуации это позволило ему сделать очень важный ход Кунь Е4, поскольку пешка на H3 висит. То есть есть что посмотреть. Значит, сам... Какие еще шахматисты? Ян непомнящий, да? Он, мне кажется, Кунь Е4 ходил. Но здесь... Здесь вот что. Ход Кунь Е4 вообще был связан с этой идеей. Ходить С5. Наверное, мне кажется, это делать не надо. Мне кажется, Слон Ф5 лучше ход. То есть можно пойти или Слон Ф5 сразу, или Кунь Е4, как непомнящий играл. Потом Слон Ф5. Но вот это все, мне кажется, не очень хорошо. Здесь... Да, с одной стороны, конечно, размены. И... Все открыто как-то. Но... И для белых все открыто очень. Весьма неплохо. Слон на Ж2. Белых не очень беспокоит от изолированной пешки на С4. У них преимущество в развитии давления. Но этот ответ правильный, конечно. Но вот этот Эншпель... Опять же, вас какие-то партии могут вести в заблуждение. Я вот иногда говорю про то, что компьютеры могут... Они, конечно, очень здорово помогают. Но могут и... Могут и навести какую-то тень на плетень, да? Иногда бывает такое же с базами. Но вот откроет... Об этой позиции на доске. Откроет какой-то молодой шахматист базу. И увидит смыслов Геллер. Согласились на ничью. Но он подумает, ну это такие вообще... Авторитеты. Ну, наверное, здесь ничья. Но кто его знает, почему они согласились на ничью? Они вообще могли и до партии согласиться уже. Кто его знает? Дело старое, дело темное. И кто не знает, что у них там было на уме? Хорошо, ладно. Доходим до такой позиции. Еще одна партия пришла к ничейному исходу. В этой самой позиции. Согласились на ничью. Грещук против непомнящего. Но опять же, кто знает, что была за турнирная ситуация? Какие мысли были у шахматистов? Надо все-таки досматривать до конца. Если вот взять, скажем, партию между Николичем, я упоминал, и тогда еще очень молодым, но уже сильным, Петром Свидлером, то мы видим, что белые-то могут продолжать борьбу. И там, кстати, в базах есть анализы Сергея Долматова, выдающегося гроссмейстера и тренера. Так вот он указывает, что А6 это ошибка, надо было ходить в АДЦ8. В общем, здесь есть над чем подумать. Несмотря на то, что, объективно говоря, Николич сделал не лучший ход, сильнее, наверное, был ладья Б1. Все равно у него осталось давление, и какой-то одной ошибки Свидлера хватило, чтобы проиграть эту партию. То есть белые играют. Ну, а ходе А5. Ходом А5 черные разгадали замысел противника, то есть куда развивать он будет чернопольного слона, и Б3 было сыграно, то есть угадали, угадали черные. Белые отвечают так. Наверное, эта пешка не жилец, по большому счету, но у белых есть стандартная контратака на пешку Б7. Как всегда, когда слон выходит на Ф5. Так вот часто игралось очень похоже на то, что случилось в партии. У белых, мне кажется, везде небольшое преимущество. А вот после хода ладья А6, который добро очень не понравился, Владимир стал говорить о стабильном преимуществе белых. Вот этот темп. В общем-то, фианкетированные слоны в этом симметричном Грюнфельде, но они бессмысленны, они же ничего не могут сделать в центре. Поэтому нужно возвращаться на свою родную диагональ. И вот белый слон уже успел вернуться, а черный нет. Здесь Владимир говорил, что надо взять конем. Да, блокаду не удержать. Ладья А4 бессмысленная, с ломбой 5. То есть придется уходить, и вот здесь пешка движется, и движется себе. Ну, может быть, конкретно пока никаких особых угроз нет, но видно, что у белых более приятная позиция. Ван Хау предпочел взять пешкой. Он соблазнился тем, что он выигрывает борьбу за линию А. В общем, нам, честно говоря, здесь казалось, что ну, как-то партия Кирилла катится под откос. Однако же он собрался с силами и начал играть очень сильно. с этого момента вообще до конца партии. Вероятно, мы, комментаторы, ошибались в своих оценках. Ну, спешка все, что там другие партии какие-то. Ну, можно просто зевнуть. Я, например, конкретно зевал просто. Я предлагал ход конь Д3, не хотел как-то менять этих черных коней, но не обратил внимания, что такой вот есть ответ. И потом нападают на... Ну, то есть, белые фигуры-то не теряют, конечно, можно пойти слон С6, на Д7 тоже кони висит. Ну, в общем, не складывается у белых здесь. Не успевают они поставить коня на Ф4. Вариант неубедительный. Поэтому китайский гроссмейстер разменялся. И в этом положении мы предполагали, ну что ж, у белых слегка получше. Ну, вот он возьмет, да? Пойдет сюда. Можно рассмотреть ход Е4. Почему и нет? Все-таки черные пошли Ф6. У них тоже позиция скомпрометирована. Ну, не знаю, говорить, какого размера это преимущество. Ну, жизнь покажет все, что я могу сказать. Но очевидно, что белые продолжают давить. Ван Хау решил как-то по-другому сыграть. Решил, может быть, нажить какой-то темп. Он пошел ладья А5. Естественно, если взять на Б5, то ладья берет, атакует коня и вообще выигрывается пешка на Д5. Но вот этот ответ очень правильный со стороны Алексеенко, наверное, китайский красмейстер недооценил. Теперь конь вернулся на Д7. Ну, что делать? Белым приходится распрощаться с одним из слонов, но с другой стороны, вроде бы у них теперь по-прежнему активная ладья и потенциально проходная пешка. Все бы у белых хорошо, но вот конь на Д2 стоит, неважно. Разумеется, коня этого можно улучшить, дать белым там 1-2 хода и они найдут. Там Б4, конь через Б3 уже на Д4 или А5 идет очень быстро. Кирилл действовал весьма энергично, поскольку понимал, понимал, что время ему терять нельзя. Вот это очень хороший ход. Страшновато было немножко и действительно есть у белых тактическая возможность, точно как и случилось с партией, добиться материального преимущества, правда, очень небольшого. Е4. К слову скажу, что вот этот ход комбит Е4, такая временная жертва фигуры, наверное, был уже вынужденным, поскольку времени на маневр коня просто не было. вот здесь нет, белым черным не нужно отдавать слона на Е3, нужно просто отступить, поскольку эту блокаду сбить практически невозможно с Ц8, там еще черные все время двигают Б5, атакуя ладью. Да, главное, что подходит очень быстро черный король. вот здесь тоже Б5, шикарный ход. Может быть не обязательный, но почему бы его не сделать? Никого не волнует, двойные шахи, ничего здесь нет. Уже черный король лишь им близко, значит, пешка Ц7 может потеряться, и вообще черные выиграют партию. Все-таки у них материальный перевес две пешки. Разумеется, Ванхау такой ерундой заниматься не хотел, и он пошел на главный напрямой вариант. Вот так вот. Теперь он выиграет качество. Слон бьет Ц8. Наверное, если бы Кирилл предполагал, что будут какие-то проблемы, то он мог бы здесь слона и сохранить. Пойти слоном, например, на Д3. Но зачем осложнять себе задачу, если ты уверен в том, что ты здесь добьешься нужного результата. Ведь ничья это ничья. Вот иногда люди смотрят на оценки компьютеров и могут дать вопросительный знак какому-то ходу, который приводит к падению оценки на пол очка или на целое очко. Кого это волнует? В принципе, ведь есть только три способа отразить результат в шахматах. Это 1-0, 0-1 и половинка на половинку. ничья это ничья это ничья. Какая она лучшая, худшая, кого это вообще волнует? Просто никого. Поэтому очень правильно Кирилл поступил. Они сделали несколько ходов, контроль прошел, и Ванхава просто продолжил ничью. Ну, что мы здесь думали? Вот такой вариант. Белым нужно двигать пешку на Ф4, поскольку иначе с Вон Д6 они на Ж3 теряют. Здесь черные могут рвануть вперед. Дело в том, что король Ф3 все-таки им никто не даст пойти. Белые, конечно, сыграют так. И здесь получается какая-то позиция, но черными немножко тревожно, поскольку король отрезан от пешки Аш. Варианты на самом деле показывают, что у черных все нормально, поскольку вот ровненько вот так они успевают дойти. Это одна из тех позиций, где чем слон хуже ладьи. В общем-то, если задача этих фигур контролировать проходные пешки противника, обе фигуры дальнобойные, сделать ничего здесь нельзя. ничья. Ну, вариант может быть чуть-чуть такой шаткий, но я предложил ход g5, отдать эту пешку, пойти f4. Ну, не знаю, не могу здесь представить вообще, на что белые здесь могут рассчитывать. Они даже ладьей не могут держаться на линии f, на ладьи f7 последует король e6. То есть пешка g, конечно, никуда не идет. Тоже ничья. Ну, Ванхау решил сэкономить силы. Я скажу так, что партию нужно записать в актив. В первую очередь Кирилла Алексеенко. Поскольку вот, ну, такая рабочая партия. Да, может быть, где-то допустил неточность другую в дебюте, но тем не менее собрался силами и очень уверенно привел партию к ничейной гавани. Ну, так держать, победы скоро придут. Спасибо за внимание. С вами был Алексей Ермолинский. С вами был Алексей Ермолинский. Спасибо. С вами был Алексей Ермолинский. С вами был Алексей Ермолинский.